Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим, какая сегодня волшебная книжечка находится в моей сумочке. С вами я, Татьяна Салмановна Макту Сайфри. Время любви. Барбара Де Анджелес. Как раскрыть женственность и пробудить страсть? Ах, эти прикосновения, прикосновения. Сейчас почитаем, сейчас посмотрим, сейчас почитаем, сейчас изучим. Ваша страсть способна изменить мир. Ммм, какая это страница? Это страница девяносто первая. Ваша страсть способна изменить мир. Немножко сюда, я поближе, поближе. Да, в зрительном зале, знаете, в зрительном зале один зритель, в общем, как-то вот на горизонте, на горизонте один зритель. Это знаете, как в фильме «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу о своей книге стала там это говорить, в общем, что там вот это вот и люди, там было такой, как говорится, в книжный магазин пришли люди. В общем, не ее послушать, а кого там, про какую-то собачку, про какую-то собачку, книжечка про какую-то собачку, там была следующая, да? Как же она была так удивлена. Так что вот, что не ее пришли послушать, а про другую книжку, в общем, наверное, какую-то там, по типу, там, знаете, вот это вот сказки для взрослых. И не помню, как точно, мистер, мистер, как-то вот это. Ну, вы там посмотрите, кто смотрел этот фильм, тот, наверное, знает, помнит. Чтобы не ошибиться, я не буду. Так, ну хорошо, Маша, страсть способна изменить мир. Однажды я летела на лекцию, и в самолете рядом со мной сидел Камиваяшер, возвращавшийся домой после недельных разъездов. Мы поболтали о работе, о своих семьях, о любимых местах и даже наших собаках. Под конец разговора этот человек повернулся ко мне и очень серьезно произнес. Хочу признаться, я очень вам завидую. Почему? – спросила я. Ну как же, я всего лишь Камиваяшер. Ответил он. Интересно, кто такой Камиваяшер? Надо будет заинтернетить. А вы действительно делаете, это я от себя немножко добавила, а вы делаете что-то полезное для мира своей работой. Вы трогаете людские сердца. Если бы не обязательство перед семьей, я бы бросил свою работу и пошел учиться, чтобы приобрести какую-нибудь полезную профессию, вроде вашей. Я знаю, что уже поздно что-нибудь исправить, и не могу не сожалеть, что так мало сделал в своей жизни действительно стоящего. Я взглянула на этого сердечного, чуткого человека и подумала о том, какое удовольствие доставило мне проведенное с ним время. Как растрогали меня его слова. И сказала, спасибо за вашу откровенность, но хочу, чтобы вы знали, вы не правы. На самом деле, вы сделали немало замечательного в своей жизни, хотя бы в последние два часа. Вы страстный, неравнодушный человек, и ваша страсть определенно дала что-то полезное моей жизни. Вы рассказали мне о своей семье, и это заставило меня больше ценить моих родных. Вы с такой страстью и любовью описывали места, в которых побывали, что я испытала несколько восхитительных мгновений благодарности за красоту творения Господа. Ваша любовь в чем-то изменила мою жизнь. И я уверена, что каждый день ваша любовь и ваш энтузиазм меняет жизнь многих людей. Мои глаза встретились с глазами моего попутчика, и я увидела, что они наполняются слезами. Спасибо, прошептал он хрипловато. Я очень нуждался в таких словах. Последнее время я чувствовала себя неудачником и терзался тем, что сделал недостаточно для людей. Я не сделал ничего из того, что казалось мне действительно важным. И до этого момента никогда не задумывался о том, как много может дать другим моя страсть к жизни. Но теперь я знаю, что вы правы, потому что ваша страстность заставила меня по-новому взглянуть на мою жизнь. «Верьте в свою страсть». Следующий такой подзаголовочек главы. Для того, чтобы жить и любить со страстью, вы должны иметь веру. Веру в свое собственное сердце, в свою собственную любовь. Верить значит признавать страстную привязанность к своим мечтам, надеждам, желанию оставить свой след в этом мире. «Вера – естественное выражение вашей страсти. Когда вы испытываете страсть к человеку, работе, делу, в вашем сердце крепнет и растет вера в то, что вы добьетесь успеха». Некоторые люди, у меня так солнышко, в общем, загораю ногами. В общем, можно как-то еще поставить, думаю, как-то удобненько так еще расположиться, потому что сейчас у меня даже себя, надеюсь, такое солнце, надеюсь, солнце сюда вот, с балкона солнце, обычно я, надеюсь, себя смотрю на моем маутбуке, круглым планом, а здесь даже немножко так отсвечивает. Ну что, ноги, зато у меня ноги загорают на солнышке, ноги загорают на солнышке, поудобнее, поудобнее. Так, на чем я тут остановилась? Некоторые люди неправильно трактуют веру как отсутствие внутренней силы, как перекладывание ответственности за свою жизнь на судьбу. Это зависимость, а не вера. Вера не означает надежду на то, что кто-то или что-то спасет вас и решит все ваши проблемы. Подлинная вера – это вера в себя, а не в судьбу. Вера в свои внутренние силы, в свою собственную страсть. Именно страсть заставляет вас принять на себя ответственность за собственное будущее, а вера рождается из вашего желания идти в своем решении до конца. Вселенная верит в вас, иначе вас бы не было. Вы уже наделены всем, чтобы исполнить свое предназначение. Теперь ваша очередь принять дар жизни и собственной уникальности, и со страстью разделить его с другими. Кстати, как я вам и написала, на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис, Махтун Саев, и Фудин через дефис. Я собираюсь, я оформила полис медицинского страхования бесплатный и собираюсь посетить государственные поликлиники глазного врача. Глазного врача проверить зрение. Вот такие вот взяла. Страсть и Вселенная Это страница 97. Читаю книжечку из моей библиотеки. Позитивное мышление и смежные науки. Время любви. Страсть и Вселенная Мы живем в очень страстной Вселенной. Если вы внимательно посмотрите вокруг, вы увидите, что кем бы ни был создан наш физический мир, сделан это с огромной страстью. Природа щедра и многообразна в своих проявлениях. И это указывает на то, что космический художник располагает бесконечным запасом страсти, энтузиазма и радости. Подумайте, действительно ли необходимо существование тысячи видов цветов со всем мыслимым разнообразием форм и пьянящих запахов. Творец мог просто создать розовый родовой цветок, которого бы вполне достаточно для насекомых. Которого было бы вполне достаточно для насекомых. В самом деле не было никакой необходимости в такой безудержной демонстрации воображения, чтобы объяснить, скажем, пышную роскошь садов. Чем объяснить, скажем, пышную роскошь садов? Страстью, страстью творящего разума выразить себя во всей полноте, насладиться своей собственной любовью. Вы чувствуете? Вы чувствуете Игорь издалека? Так что вот, еще раз читаю. Чем объяснить, скажем, пышную роскошь садов? Страстью, страстью творящего разума выразить себя во всей полноте, насладиться своей собственной любовью. Повсюду в нашем физическом мире мы замечаем тот же самый страстный почерк. Каждый день начинается и заканчивается фантастическим представлением в виде рассвета и заката. По ночам нам дано наблюдать миллионы мерцающих звезд, словно далекие алмазы, украшающие небо. Кстати, я сейчас задумалась, вы обратили внимание, вот смотрите, а какое количество животных? Это флора, фауна, да, вот это вот, животное. Разнообразие, понимаете? Какое количество животных, и правда, какое количество растений в мире, цветов в мире, деревьев, и какое разнообразие? А кто это придумал? Ну хорошо, там потом уже селекция, там как-то вот уже стали что-то там выводить, яблони вместе с грушей, там что-то там такое. Но изначально, понимаете, изначально фрукты, понимаете, фрукты, овощи, на пальмах эти растут бананы, понимаете? На пальмах растут бананы. Пальму кто-то придумал, чтобы на нее росли бананы. Апельсиновое дерево, финиковое дерево. Понимаете? На этом финиковом, где там я была, в Тунисе, да, у них много этих, где едешь, и там у них финиковые эти, растут деревья, на них финики, да? Это же кто-то придумал. Апельсиновое дерево. Чтобы были апельсины. Кокосы. Кокосовые вот эти вот пальмы, это кокосы, на которых кокосы растут. А какое количество животных? Кто придумал кошек? Кто придумал кошек? Кошки, что сами появились? Мужчина задумался. Понимаете? Кто придумал кошек? Ведь уже потом можно сказать, что как-то вот что-то уже со временем, когда уже есть, понимаете, различные виды кошачьих, уже как-то вот это, ну вот, верзонобразие этих кошачьих. Рыба. Интересная тема. Вот как интересно. Вот как интересно. Смотрите, он стал читать, и очень задумалась. Смотрите, вот это вот. Чем объяснить, скажем, пышную роскошь садов? Страстью. Страстью творящего разума выразить себя во всей полноте и насладиться своей собственной любовью. Так, здесь, значит так, по ночам эти, значит так, про звезды я прочитала. Наса попеременно ласкают, воодушевляют, пугают и успокаивают нежные дуновения бриза, сильные порывы ветра, раскаты грома, жара и зной, снежные хлопья и освежающий дождь. Нет двух совершенно одинаковых облаков, нет двух абсолютно схожих деревьев. Ни одна волна никогда не повторяет движение другой. Каждая гора, река, каждый человек по-своему уникальны и неповторимы. И поскольку ни одно живое существо не похоже на другое, любое мгновение жизни поистине непредсказуемо, всегда увлекательно и никогда не может быть скучным. Страстная Вселенная побуждает и нас жить страстно, встречать каждое новое испытание со страстью, принимать каждого нового человека со страстью, без устали, удивляться чудесам окружающего мира. Все вокруг нас постоянно напоминает нам о страсти, призывая и нас закружиться в страстном танце жизни. Ох, это нужно отметить, подчеркнуть, как это феерически написано. Ох, я думала, это только прикосновение, думаю, сейчас это прикосновение почитаю. А какая уникальная книжка. Ох, да, какая автор. Время любви. Страстно, почитаем еще раз. Страстная Вселенная побуждает и нас жить страстно, встречать каждое новое испытание со страстью, принимать каждого нового человека со страстью, без устали, удивляться чудесам окружающего мира. Все вокруг нас постоянно напоминает нам о страсти, призывая и нас кружиться в страстном танце жизни. Жарко, знаете, изменяются ноги на солнце. В общем, да, здесь нужно еще, знаете, ногами сделать депилейшн, это депилейшн. Так что вот. Сейчас, наверное, одену мой такой эротический, сейчас оденусь эротический этот, блу, знаете, с кружевами, в кружевной костюмчик, и, наверное, буду читать о этих нежных, страстных прикосновениях. Нужно сейчас переодяться, наверное, переодянусь. Так что вот там видео у меня загружается, которое только что засняла. Поделитесь своим даром страсти. Когда мы можем выразить свою благодарность тому, кто создал для нас эту удивительную и благословенную жизнь. О, смотрите. Как мы можем выразить свою благодарность тому, кто создал для нас эту удивительную и благословенную жизнь? Если нам дана такая возможность, думаю, она в том, чтобы каждое дарованное на мгновение жить с полной отдачей, сил и со страстью. А жить страстно страстно значит нести свою любовь к каждому, кто встречается на жизненном пути и всему, что вы делаете. Ваша любовь величайший дар, который вы можете предложить миру. Когда вы делитесь своей любовью с миром, касается ли это большого или малого, вы делитесь самым драгоценным, что у вас есть. столь бесценный дар возвышает того, кто его принимает. Значит так, столь бесценный дар возвышает того, кто его принимает. Он возвышает вас как дающего и он возвышает тот источник, из которого пришла любовь. сегодня, завтра и каждый последующий день у вас будут сотни возможностей разделить свой дар любви дружеским прикосновением, улыбкой, добрым словом, сочувственным взглядом, явным или скрытым образом с людьми, которых вы знаете и которых может быть никогда не узнаете. раскроете свое сердце. Пусть река страсти хлынет из него наружу. Очень скоро вы обнаружите удивительное явление. Чем больше любви вы отдаете, тем больше у вас остается. Но еще раз нужно это прочитать. Ох, как это великолепно звучит. Как это звучит великолепно? Как это звучит великолепно? Да, разделите свой дар любви с другими дружеским прикосновением, улыбкой, добрым словом, сочувственным взглядом, явным или скрытым образом, с людьми, которых вы знаете и которых может быть никогда не узнаете. Раскройте свое сердце, пусть река страсти хлынет из него наружу. Очень скоро вы обнаружите удивительное явление. Чем больше любви вы отдаете, тем больше ее у вас остается. Любовь действительно подобна яркому свету, освещает все, до чего касается, озаряя каждое сердце. Чем больше вы любите, тем охотнее позволяете любить себя. Чем больше вы любите, тем охотнее позволяете любить себя. Ваш дар страсти передается от человека к человеку, от сердца к сердцу, и так до бесконечности. Разве это не чудо? Воздействие вашей любви на мир никогда не прекратится. Подлинные мгновения для двоих. А это вообще волшебство. Часть четвертая. Постигаю дух любви. Какая восхитительная книжка? Какие восхитительные книжки Татьяна Салмана в библиотеке? Это просто чудо. Занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года. По настоящее время я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Почему влюбленным нужны подлинные мгновения? Это книга для влюбленных. Для тех, кто потерял любовь, но хочет возвратить ее. Для тех, кто больше не чувствует себя влюбленным и желает снова сделать отношения страстные. Для тех, кто одинок и живет ожиданием встречи, надеясь обрести любовь и страстную привязанность. Если в вашей жизни есть любимый человек, вам даровано великое счастье. Он ваш любимый выбрал вас среди тысяч людей. Он делит с вами заботы и страстные ночи, радости и печали. Он видит тайные стороны вашего существа, о которых не знает никто другой. Он прикасается к вашему телу так, как его не касался никто другой. Он всегда отыщет вас, где бы вы не спрятались и укроет своих объятий словно в тихой гавне. Ох, как написано, словно в тихой гавне. Ежедневно ваш любимый открывает перед вами тысячи чудес. Ежедневно ваш любимый открывает перед вами тысячи чудес. Вам доставляют удовольствие его улыбка, голос, походка. Ему дана власть освободить вас от одиночества. Ему дана власть превратить обыденность в праздник. Он ваши врата в рай, здесь на земле. Как написано красиво. Что значит любить? Это больше, чем просто быть замужем или женатым, или иметь с кем-то отношения. Миллионы мужчин и женщин живут вместе, но немногие знают, что такое любовь. Любить значит бесконечно кружиться в интимном танце для двоих. Ох, Татьяна Салмановна сейчас делает там большой заголовок у себя страницы ВКонтакте. Любить значит бесконечно кружиться в интимном танце для двоих. Я не понимаю, как я могла обойти эту книжечку моим вниманием столько времени. Такие просто жемчужины, понимаете, друзья мои, такие просто здесь жемчужины, тут жемчужины. Что ни страница, то жемчужина. Жемчужины мудрости. Вы действительно любите, если дорожите любимым человеком и ежедневно делаете все, чтобы быть достойным этого дара судьбы. любить значит бесконечно кружиться в интимном танце для двоих. С этого момента я начну мою следующее видео. Творческая студия позитивного мышления силой позитивной мысли Татьяна Салманна Мактум Сайфудин